В выставочном зале музея «Город» открывается выставка известного барнаульского художника Валерия Октября. Он сегодня в нашей студии. Здравствуйте, Валерий Эрикович. Поздравляю вас с открытием персональной выставки, такой большой, красивой. И расскажите, как долго собирали именно эти картины для экспозиции? Да, около года. То есть это свежие работы? Это свежие работы, да. Ну, какие-то там, может быть, раньше. А так, в основном, этого года работы. То есть вот поэтому нужно обязательно прийти и посмотреть, что же увидел художник. Конечно, что-то новенькое, да, посмотреть. Валерий Эрикович, что обычно вы пишете? Это природа? Это природа, конечно. Горная Алта, это на первом месте у меня как бы, он вдохновляет меня. А еще символизм. Это и лошадки там, и какие-то ангелы, конечно, обязательно. И городской пейзаж, где бываю, где я езжу по всем городам мира, поэтому это будет очень интересно. И Флоренция, и Венеция, и Рим, и Амстердам и так далее, и так далее. Мы знаем, что вы художник-символист, и получается, в каждой работе можно найти какой-то философский смысл. Правильно я понимаю? Обязательно, обязательно. Как зрителю правильно стоит угадывать что-то? Есть ли какие-то подсказки от художника? Либо для каждого свой смысл может открыться? Для каждого будет свой смысл, потому что нельзя заставлять зрителя свое какое-то мнение навязывать. У каждого будет свое настроение на сегодняшний момент, на сегодняшний какой-то период времени. Поэтому каждый для себя, в меру своей воспитанности и образованности, все это поймет. Примет. Примет или нет, это его дело. Для вас для самого эта выставка, она какой-то особенный смысл несет? Потому что у вас юбилей в этом году, выставка такая большая. Любая выставка несет какой-то смысл. Это как бы я отчитываюсь перед публикой, перед зрителем, перед людьми за какой-то период времени. Что я мог создать за это время. И вот я хочу им показать. Пожалуйста, смотрите, любуйтесь. Что-то понравится, что не понравится. Это даже очень хорошо. Самое главное, чтобы зритель был неравнодушен к этой выставке, к картинам. Это самое главное для художника. Я маленький секрет для зрителей открою. Мы были накануне вашего юбилея у вас в мастерской. Это потрясающее место, где очень много различных по тематике картин. И вы нам рассказали, что такой секрет художника. Что если вдруг что-то не понравилось, или художник в ходе дела решил переделать полностью картину, вы легко можете ее закрасить и заново написать. Правильно? Конечно. Давай по два-три раза закрашивать. Для многих это шок просто. Как? Как? Уже же готовое произведение? Нет, переделаю. На то и художник. Он всегда сомневается в своей работе до конца. И потом, после как написал, период какой-то может пройти, я могу разочароваться и все переписать. Можете какой-то совет дать нашим юным авторам? Потому что очень много молодых художников, которые в себе бывают даже слишком уверены. Как дорасти до такого уровня, что, допустим, вам, грубо говоря, 65 лет, но вы не боитесь допускать ошибки, переделывать что-то? Как быть? Художник должен постоянно быть в поиске, искать что-то новое, искать какие-то самореализацию какую-то новую, свои идеи какие-то, в технике что-то новое. Постоянно смотреть, постоянно чем-то увлекаться. Нельзя зацикливаться. Вот я научился вот так, и буду писать вот так. Нет. Здесь критериев никаких не должно быть. Здесь должно быть все свободно. Как ты вот на сегодняшний момент хочешь, так и, пожалуйста, пиши. Если ты в этом заинтересован, пожалуйста, пиши. Наверное, так. Какой-то опыт иностранных коллег можно брать? Либо ты, в общем, растешь как самостоятельная личность и разрабатываешь свой собственный стиль. Или у вас есть, допустим, какой-то пример, может быть, не для вас, а для современных, молодых имеется в виду, художников, у кого они могут поучиться? Может быть, к вам могут прийти в мастерскую и, например, вместе с вами пописать? Учиться можно постоянно до конца своих лет, как говорят. И много художников будут нравиться. И ты будешь для себя, я вот езжу по всем странам, открывая новые какие-то имена, новые какие-то произведения. И нужно постоянно в этом развиваться. Больше смотреть, больше смотреть выставки, больше смотреть художника. Интересоваться тех художников, которые вам понравились. Читать его автобиографию, что он, как он пришел к своему творчеству, как он что создавал в своей работе. Это будет развивать его и сподвигнет на какое-то свое видение мира этого. То есть эксперименты нужны в любом случае любому художнику, любому автору? Нельзя просто зацикливаться, потому что любой художник, он должен идти, идти, вперед, вперед, вперед. А вы посещаете выставки других барнольских художников? Конечно. То есть также обсуждаете что-то, можете посоветовать, к примеру, или нет же? Или же такого не бывает между... Я никогда не советую, потому что художник всегда индивидуалист, и он идет своим шагом. Я по-другому иду. Я никого не говорю, чтобы мне кто-то говорил так или так писать. Я сам знаю, как я хочу писать. И поэтому я никому не навязываю свое мнение. Потому что каждый найдет в этой жизни свой путь и свое решение. Конечно, обязательно. Будет несколько художников писать, человек 10, да, один и тот. Одного и то же пейзажа. И у каждого будет всегда по-своему. Поэтому нельзя заставлять художника вмешиваться в творческий процесс. Расскажите, как проходит творческий процесс создания выставки? Именно вот когда развешиваются картины, вы проводите, получается, несколько дней, да? Или сколько даже? Недели вы там провели в выставочном зале? Как это все? Дня два-треть. Вот эту кухню раскроете нам, пожалуйста. Интересно. Ну, размещение экспозиции своей – это уже в голове. Уже ты просто знаешь. И даже пишешь иногда для зала, для какого-то. Вот здесь будет большой. А я просто знаю выставочный зал наш, поэтому я знаю, где какая работа будет висеть уже примерно. Ну, а, конечно, когда приезжаешь, там могут быть какие-то перестановки уже другие. Просто хочется до зрителя довести, чтобы именно на этом месте будет уже лучше смотреться. Там уже по-другому будет смотреться. Потому что в мастерской одно, когда все так в куче лежит, а выставочный зал – это специальное место, где можно посмотреть работы, и чтобы каждая работа как-то смотрелась выигрышно. Выставочный зал – музей «Город Большой». Сколько примерно картин туда вошло? 171. Одна работа. За год созданный. Как вы успеваете, Валерий Ерикевич? Я не понимаю. Я не понимаю. Мне кажется, что это так сложно. А на самом деле вы еще путешествовать успеваете. Ну, конечно. Столько стран посмотрели. Вот говорю, даже за год. И при этом создаются еще и такие полотна. Просто работать надо каждый день, и все. Больше ничего. Я так всегда призываю всех художников. Надо просто работать и работать и работать. Постоянно. Потому что, чтобы как гамма музыкальная пианист учит, если он не поиграет день, все, у него руки не так будут играть. И также здесь рука не будет так вести кисти, как нужно тебе с головой. Она будет диссонансией быть, если будешь перерывы какие-то большие делать. Вот и все. Открытие выставки у вас 16-го числа. Расскажите, кого пригласили? Кому можно приходить? От мала до велика? Всех от мала до велика. Приглашайте, рассказывайте. Что они увидят, что они узнают, может быть, о себе, о мире. Вот те же ангелы. Потрясающие на самом деле работы. Я уже видела и призываю всех прийти посмотреть. Валерий Ерикович, прошу приглашения для зрителей. Пожалуйста, зрители, приходите. Вам, я думаю, хоть какая-то, даже одна работа вам понравится. Потому что я всегда пишу для вас, с душой, своей энергетикой. Если моя работа в чем-то для вас будет интересной, я буду просто рад. До какого числа работает выставка? До 17 декабря. То есть, в принципе, времени еще будет очень много? Целый месяц будет работать выставка? Да, целый будет месяц эта выставка. Так что приходите, смотрите, наслаждайтесь. Ну и все-таки, Валерий Ерикович, с вами где еще можно нашим зрителям лично столкнуться? Может, какие-то мастер-классы от вас или что-то еще? Кроме, естественно, открытия. Я не веду, я такое как-то не очень это люблю. Потому что у нас много зрителей спрашивали, они интересуются вашим творчеством и хотят поближе с вами познакомиться. Ну, поближе можно. Я буду стараться быть на этой выставке, конечно, приезжать. Периодически? Периодически, да. Можно позвонить мне по телефону и договориться о встрече, я приду. Так что все реально. Все реально, друзья. Все реально, да. Спасибо вам огромное за интервью. Зрители, любите искусство, приходите на выставку, в выставочный зал Музея Город. Валерий Октябрь порадует вас замечательными полотнами. До встречи в эфире.